Добрый вечер, чат-активист! Сегодня у нас в гостях правозащитник из Украины Ирина Земляна. Ирина один из тех правозащитников, который участвовал в наблюдательной исследовательской миссии, которая проводится в Казахстане в рамках исследований Антонио Станго, правозащитной организации итальянской Антонио Станго. И ей есть что рассказать об этой поездке. Ирина была у нас в Усть-Каменогорске, в Алматы, встречалась с нашими активистами, встречалась с представителями власти. Есть впечатления о казахстанских судах, о действиях правозащитной системы. И это первый правозащитник в нашем чате. Из тех, которые проехали по Казахстану с правозащитной миссией будут и другие. И поэтому я прошу вас максимально внимательно сегодня участвовать в этом чате и задавать вопросы только по теме. И в связи с тем, что у нас таких поездок будет много, и они сейчас важны для каждого из нас, задайте те вопросы, которые вас волнуют. Ирина, добрый вечер, я вас приглашаю в наш чат. Добрый вечер, рада быть тут, рада быть среди смелых людей, кто в этом чате и готова ответить на все вопросы. Ну, я не знаю, все молчат, поэтому, может, я начну. Я не имею какой-то юридического образования. И очень переживала, что когда я поеду, я не смогу разобраться во всех нарушениях в судах. Но мне это было очень легко, потому что в нарушениях может разобраться каждый, даже маленький ребенок, потому что это все очевидно. И мне было это очень как-то странно. Ну, и меня поражал такой вот примитивизм нарушений в Казахстане. И я все время думала, почему они не могут сделать это как-то разумнее, потому что невооруженным глазом видно, что дела просто сфабрикованы. Ну, и я не знаю, что именно вас интересует, поэтому буду рада ответить на все вопросы. Я была на четырех судах Искандера Ерембетова, на четырех слушаниях, где просто полный беспредел. Также на первом предварительном слушании Осета Нужабая. И мы тоже пошли к нему вымогать встречи в СИЗО, где он сидит, так как нам пришла информация, что его пытали. И я думаю, мы наделали там достаточно шума, но нас, конечно же, не впустили. И я встретилась с рядом активистов в Кузь-Каменогорске и в Алматы тоже. Я не знаю, какие именно вопиющие случаи для вас, но для меня это все вопиющие нарушения. Потому что, в принципе, дела, которые шьются этим активистам, они уже вопиющие. И там уже куча нарушений. Меня поразило, когда прокурор читал обвинительный акт Осету Нужабаю, где говорил, что и в его квартире нашли кисточку использованную. И она была испачкана в той краске, которой был написан плакат за ДВК. У нас было очень похоже, но, мне кажется, не так все было запущено, как у вас. То есть у нас это начиналось, нам хотели закрыть рот. Но у вас это намного дольше продолжается, поэтому все как-то хуже и грубее. Мы все-таки еще имели возможность огрызаться и выходить на митинги. И выходили все равно, даже если нам их не разрешали, и там пробовали как-то сопротивляться. Но вот я сейчас вспоминаю, нам так же, было так же, нам полили двери, нас судили тоже. Вот меня судили, например. Нам разгоняли митинги, не один раз меня били на акциях протеста. Но я хочу сказать, что не один раз меня не забирали и не судили в украинском суде из-за акции протеста. Ну и нас было много, по стране мы много сопротивлялись. И если наших куда-то забирали или били, на этот счет у нас каждый раз был контр-митинг. Ну, я была на двух судебных заседаниях и на заседании по осету. Действительно не было журналистов, но я не знаю, не пробовали туда проходить или нет. Но меня и моего коллегу с фотокамерой в зал суда пустили без проблем. Вот по Искандеру туда вообще, в зал суда никто никого не впускает. И все находятся там в зале, куда выводят на экраны все об этом деле. И там могут находиться все, и там были журналисты тоже. Ну и я тоже хочу сказать, что чувствовала себя очень некомфортно в Казахстане, потому что я постоянно видела, что за мной следят. Я тоже знала, к нам подсылали всяких провокаторов, чтобы сорвать встречи. И это для меня тоже было очень странно. И я отвыкла от этого. У нас во время Майдана такое было, но потом себе уже никто этого не позволяет. В Усть-Каменогорске было особенно интересно, потому что это более провинциальный и меньший город. И о том, что мы приехали, был большой резонанс. И в отеле, где мы проводили встречи, были замечены люди из специального отдела, который вот все контролирует. Я забыла, как он называется. Также были две девушки, которые сразу начинали нас снимать, когда к нам приходили люди. И как-то мы это замечали, попросили их этого не делать. Они делали вид, что они не понимают, о чем мы и так далее. Ну и меня поразило, что люди очень опасались к нам приходить. И что активисты очень-очень переживали. И выбирали, как к нам прийти, чтобы их нигде не заметили. И вот это ужасно на самом деле, что настолько сложно все так сказать. Не дожидаясь конца эфира, хочу поприветствовать всех участников чата. Скажут, что со мной все в порядке. Сейчас выступают разные активисты, другие гости. Поэтому я думаю, это очень полезно всех послушать. Я очень часто выступал. И сейчас сделаю некоторый перерыв. Ну и поразились самые факты нарушения в Усть-Каменогорске, потому что людей просто посадили за митинг, который вообще продолжался 20 минут, где люди вышли против пыток, где не было никаких политических лозунгов, против пыток и за свободу слова. И это настолько быстро произошло, что их в тот же день и прошел суд, в тот же день и посадили. И это просто ужасно. Факты нарушений, конечно, будут озвучены. Сейчас составляются отчеты. Некоторые дела еще идут. Поэтому мы продолжаем следить. И уже другие наблюдатели сейчас находятся в Казахстане. И следят также за процессами. Поэтому все готовится. И, конечно, все будет озвучено. Но пока нет вопросов, еще скажу свои впечатления. Например, меня очень породило, как в суде над Искандером судья пытался как-то повлиять на типа пострадавшую, которая была не готова к слушаниям. И это слушание уже было третий раз. И она третий раз пришла не готова. И тогда судья сказал, что я позвоню в Акимат для того, чтобы они на вас повлияли. И вы как бы подготовились. И что-то вообще было. Почему судья на это влияет, я вообще не могла понять. И тогда защита Искандера заявила о отводе судьи, потому что судья не может так делать. И отвод судьи рассматривал судья, который уже был отведен по данному делу. Это настолько меня поражало. Или когда в суде над Осетом Нуржабаем адвокат Осета попросила, чтобы мама Осета выступала первой, потому что она больше знает по этому делу. И прокурор был против. И тогда судья сказал, цитирую, сделаем так, как говорит прокурор. Но это настолько очевидное нарушение. И это настолько очевидное на чьей стороне судья, что я не понимаю, почему они так палятся. Знаете, о менталитете. Когда у нас начиналось вот это все движение против Януковича, как бы начиналась революция, у нас такие же были разговоры. Мы думали, что наш менталитет какой-то особенный, что мы никогда не выйдем, что нам всегда все равно, что мы пассивны. Но мы никогда не знали, что именно сработает. И мы не знали, что это выльется в такую революцию. Поэтому я думаю, что менталитет от вас ни при чем. Вы все прекрасные люди. Вы все, посмотрите на вас, вы все бесстрашные, как мне кажется. Поэтому у вас все получится, я уверена. И менталитет тут ни при чем. Да, каждому активисту перед акцией вручает прокуратура, их вызывают на допросы и вручают так называемые разъяснения, в котором идет речь о том, какое покарание будет за то, что они вышли на акцию. Ну и там говорится, что ДВК запрещенное. И вот если вы выйдете на эту акцию, вам грозит столько-то и столько-то. И журналист, активисты подписывают это соглашение, как бы разъяснение, что они это получили. И это стандартная процедура. Это странно, потому что я не слышала о таких разъяснениях до этого. Для меня это странно. Также я встречалась с одним человеком, активистом, которого посадили на 15 суток за то, что он подал заявку о митинге. И митинг запретили. Митинг не состоялся, но его посадили за несостоявшийся митинг, только за намерение провести этот митинг. Это тоже вопиющий случай. Я не знаю, что в вашем понимании не скомпроментировав, не засветиться что ли, но, как мне кажется, поддержка активистов, которых сейчас судят, должна быть намного больше. Потому что если Искандера поддерживает семья, их там до 20 человек в зале, каждое судебное заседание, когда его ведут, все кричат ему, «Искандер мы с тобой, правда, победит!», то, например, над осетом, когда его судят, там никого нет. Там есть только его мама, адвокат, была одна наблюдательница, и нас двое наблюдателей. Поэтому я бы больше выходила на поддержку вот таких вот заключенных. И это не был бы митинг, вы бы пришли все на судебное заседание, просто там были. И как бы это не считалось бы митингом. Но это было бы выражение вашей общественной позиции и поддержка. И они бы видели, что вот садят, и вот приходят десятки людей поддерживать. Не на Украине, а в Украине, потому что на Украине это русский такой манер говорить. Они используют это, как говорят, что мы территория, а не страна. Они нас не признают страной, потому что говорят на Украине. Правильно говорить в Украине. У нас были не перевороты, у нас были революции. И это ни о чем не говорит. И я уверена, что первый раз начинать вообще легче, потому что, когда уже были случаи революции, и потом людям приходится опять выходить, это дает больше разочарований, как для меня. не на Украине, а в Украине, потому что на Украине это русский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 не придёт в суд, не спросит, почему пытали и так далее. Только вы это можете сделать. Вам могут помогать, но только вы решаете. Продолжение следует... Меня мой работодатель уволил из-за участия в акциях протеста. После революции, после смены власти у нас таких не было уже случаев. По крайней мере, я не слышала. Потому что, ну вот правда, мы стали намного свободнее. Конечно, у нас есть некоторые проблемы сейчас. И не всё так гладко. И мы продолжаем этот процесс. И какие-то незаконности тоже бывают. Но не так. Абсолютно не так. Я не знаю о коррупции в Европарламенте. Не берусь это комментировать. Только скажу, что есть европарламентарии, которые больше настроены пророссийски, которые больше настроены проевропейски, или проукраински, или про казахстански. Поэтому вот так вот. Спасибо. 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 Я не возьмусь это комментировать сейчас на этап. Депутаты в Европарламенте, это не моя тема. Порошенко отдал свой Рошен в слепой траст. Если вы знаете, что это такое. Движение Фэмм я тоже комментировать не буду. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... Я не знаю о таких судах над участниками правого сектора. Я знаю о судах над представителями Беркута, которые разгоняли Майдан и убивали людей. Продолжение следует... 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 Но я тоже хочу сказать, что победить, сделать революцию, потом жить, как ты жил, невозможно, потому что власть, какая бы она ни была, она не будет функционировать без контроля, поэтому власть надо контролировать постоянно. И нельзя прийти, сделать революцию и уйти, и забыть о этой власти. Её надо контролировать для того, чтобы она работала эффективно и на благо народа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, Украина не разделена, есть оккупированные территории, потому что их оккупировала Россия в ходе войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ой, слушайте, там никогда и не было российских войск, если с этого начать. Вы что, представляете, что там будут стоять маркированные солдаты с русской армией? Конечно, нет. Но если подумать логично, откуда вот такая маленькая часть территории может брать постоянно деньги, боеприпасы, новейшее оружие и всякие тяжелые оружия, это нереально. Ну, это же постоянно подвозится со стороны России и тоже куча русских там воюет. А.Кулакова Ну, я хотела бы им посоветовать думать о том, что они делают, потому что я уверена, что время, когда придется отвечать, оно настанет. И оно настанет быстрее, чем они думают. И их положение в обществе, оно не вечно, оно меняется и очень быстро. Поэтому не делать преступлений, не идти против закона. А.Кулакова 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 Безусловно, уже к этим процессам, которые посетили правозащитники, уже там все задокументировано и в этом разбираются. Но понесут ли следователи и судьи наказание, это зависит только от власти Казахстана. А.Кулакова 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 А революции делают романтики, как вы знаете, больше всего романтика среди молодых людей. А революции делают романтики, как вы знаете, больше всего романтика среди молодых людей. И с родных людей, из тех, кто его поддерживает, там только мама. Мы, конечно, наблюдатели, но ему нужно чувствовать поддержку своего народа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирина, большое спасибо за этот эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже просто в судах Субтитры создавал DimaTorzok По сути, суды — это действительно не митинги. Мы же каким-то образом собираемся на митинги, на акции, преодолеваем какие-то страхи, преодолеваем... находим время, какие-то материальные ресурсы и так далее, идем. Сейчас очень важно сделать то же самое и проявить какую-то солидарность, потому что завтра любой из нас может оказаться на этом месте. Я сама была и находилась в местах заключения. Я точно знаю, что на судах очень важно иметь поддержку и чувствовать, что у тебя есть люди, которые тебе сочувствуют и которые понимают, разделяют твои убеждения, сострадают и поддерживают тебя искренне. Я думаю, что осед Нуржулбай уже проявил такую отчаянную борьбу, спасая свою маму, пытался дважды покончить с собой, потому что те самые порезы, которые у него на венах и другие моменты, это все было результатом давления следователя Баужана Бахатулы, который угрожал ему, что он посадит его мать, если осед не начнет подписывать признательные показания, которые для него сфабриковало следствие. Я прошу не делать таких вот вещей, трусы, еще что-то. Не надо оскорблять самих себя. Мы только учимся, мы только набираем опыт солидарности, борьбы, противостояния. И мы действительно имеем дело с очень трудным режимом, с режимом, который людей загнал вот в этот страх, много лет эти страхи формировал, потому что репрессии у нас действительно серьезные. И сегодня сидят простые люди, далеко не политики, и даже не гражданские активисты, а люди, которые просто впервые встали и вышли на площади. И таких людей уже очень много. Поэтому если мы сегодня сможем найти инструменты объединения в таких местах, где действительно ни митинг, ни акция протеста, и никто не будет наказан, привлечен к какой-то ответственности, тогда у нас будет в будущем какая-то надежда, что мы сможем организоваться по более серьезным вопросам. Но такие процессы, как у Асета Нуржаубая, у Алмата Жумагулова и Абишева Кенжибека, у Искандера Ерембетова, то, что идет прямо сейчас, нужно поддерживать. Если вы заметили, то в этом году очень многих людей освободили. Это тоже.